у стрима начала начиная уже заговариваться давайте хардстоун просит нас люди кстати хардстоун и спорт и и спорт плюс короче эти три панели бесплатные люди вы можете сами да мы стараемся стримить именно закрытые панели которые просто так не посмотреть и который интересный но все на сцену приглашаются раз два три четыре пять шесть семь девять человек потому что девять стульев на этот раз и посчитал на целом уменьшенная версия для тех кто хочет смотреть вот и опять те же пацаны которые представляли нам вчера ну и чем говорит что сегодня нам покажут очень классных много вещей и штук расскажем побольше про новое дополнение что вам стоит ожидать о новом дополнении над чем мы работали какая красивая графика которую мы сделали темные там элементы о том как мы мультик рисовали как они про мультик сегодня будут говорить расскажут нам про крестоносца новый класс как мы там больше мне его крестоносец официально зовут все-таки крестоносец до crusader даже в самом этом вот так вот короче я прослушал за тебя чем там почему же мы играем тябл 3 во-первых лут ну да на самом деле трудно это получить ту шмотку которую вам нужно и в этом дополнение мы решили переработать эту систему и сегодня мы про нее вам расскажем вот вы теперь будете получать от убийства хорошие вещи тех вещи которые вам именно нужны они просто ерунду которая обычно падала ну что ж говорит самая последняя надежда это на вас потому что вы играете героями которые защищают мир спасают его вот и сегодня же мы расскажем вам про новый класс crusader который мы ввели в саму игру вот и в на протяжении создания мы задавали сами себе вопросы на которые мы должны были ответить зачем мы вводили этот класс почему и как он связан с вообще с игрой вот и когда мы создавали крестоносца мы во время создания создание понимали это же вроде как и лекарь и паладин одновременно вот и поэтому мы многое как бы пытались балансировать и сделать как бы все-таки новый класс и поэтому многие люди все равно останутся с мнением что это все-таки какой-то паладин и и какой-то объединенный варвар два в одну но так же как у каждого класса у crusader есть у крестоносца то есть есть своя история допустим же крестоносец он же есть паладин он он связан с ними поскольку у него одна цель защищать и охранять этот мир то есть все кто знаком от темных сил вот и сейчас нам рассказывают идеи как придумывались допустим экипировка к этому к этому к новому классу вот и как вы можете заметить что защита его выглядит очень так скромно в темных тонах и немного белого вот и в сегодняшней презентации мы расскажем как все вот эти элементы взаимосвязаны с этим классом почему мы выбрали те или иные цвета и как это все гармонируется в одном данном персонажи вот и на протяжении создания крестоносца у нас были разные идеи которые мы должны были правильно внедрить в игру чтобы все это как бы гармонировало между собой и совпадало с нынешней историей данного класса вот и некоторые идеи мы вам сегодня покажем расскажем и вы больше узнаете о создании данного класса вот и сейчас один из представителей нам поподробнее будет рассказывать о крестоносце ну что ж сейчас рассказывают о самой идее как она зародилась как вы заметили данный класс носит тяжелую экипировку так сейчас вот и во время когда создание данного класса мы долго обдумали свои решения мы продумывали все мельчайшие детали и допустим вот нам показывают концепты как мы представляли данный класс в данном допустим концепте вы видите что у данного класса очень огромные щиты он защищается тяжелая амуниция затем мы должны были связать его тяжелую защиту с его умениями потому что если вы увидели внизу была небольшая анимация как данный класс показывает одно из своих умений на этом же концепте вы видите разные типы доспеха поскольку данный класс обладает двумя типами заклинаний точнее умениями он может драться вблизи также у него есть заклинания на расстоянии и поэтому защита точнее его щит и его меч они должны как-то гармонировать чтобы все эти анимационные элементы совпадали и правильно были на этом классе выглядели вот еще один из концептов где вы видите очень тяжелую защиту на классе вот флаг который вы видите сзади это означает что он состоит в определенной гильдии если так то можно сказать и что среди них есть разные кланы гильдии которые различаются допустим по накидкам потом нам показывают другой концепт где уже защита немного переработана и некоторые элементы которые делают этот класс более похожим на защитника на крестоносца допустим на второй картинка вы на картинке видите что плечи были более переработаны а данный вообще концепт уже более финальная версия которую вы часто видели и и уже полностью он сочетает и гармонирует с самой игрой после того как мы всю информацию собрали проанализировали все наши концепты и идеи мы начали делать уже настоящие 3d модели вот один из примеров вот затем когда в 3d модели готовы мы начинаем уже оценивать отдельные элементы защиты точнее на и смотрим гармонируют они и совпадают с реальным персонажем допустим чтобы плечи не были больше шлема и прочих вещей вот затем когда мы уже делали определенную защиту мы когда она была утверждена мы уже придавали большее внимание на мелочи и детализацию чтобы чтобы все эти пиксели они совпадали между собой и в результате была хорошая картинка другой пример других защит и сейчас нам расскажут про анимации и заклинаний вот опять-таки данный человек повторяется говорит как же нам все объединить в одном классе у которого есть заклинание ближнего боя и дальнего боя так сейчас вот теперь мы рассмотрим более подробную анимацию допустим дыхание данного персонажа допустим во время старых версий у нас были небольшие проблемы когда допустим идут ближние бои некоторые детали не совпадали допустим же так что голова уходила в какое-то плечо и как бы это не радовало это глаз другая модель уже финальная версия где есть более точные элементы и когда теперь мы видим дыхание и допустим тот же бои все у данного персонажа совпадает и отлично гармонирует с друг другом в общем близзард как всегда оттачивают все до мастерства теперь же мы поговорим о оружии которые предназначены для данного класса допустим это щит и помоги мне как это оружие называется которое в руках у нее это булава булава крутилась мне только вот теперь же нам будут сейчас рассказывать про булаву про ее физику ну ладно или палец булава не знаю в общем теперь сфокусировано внимание на оружие чтобы оно хорошо гармонировало чтобы у нее была нормальная физика и сейчас нам просто рассказывают скорее всего не как это программировалось а как должно оружие отображаться допустим когда персонаж бежит или когда он ударил в чате говорят что это булава это цепь некоторые говорят теперь проговорим стиль данного героя потому что у каждого персонажа в Диабле есть определенный стиль боя или что они могут иметь ввиду под стилем с и слоу даун умерли сиски сиеки ртинге сто вообще студы и в да просто я включаю микрофон чтобы тебе не мешать а ты чё делаешь физикой пауруху и мало ли ты ж как бы переводишь озвучиваешь там ну не волнуйся не отвлекать в общем то нам теперь показывают заклинания которые связаны с щитом вы наверно уже догадались и опять же таки близарда делает всю весь акцент на то чтобы заклинания и сама анимация была просто идеальной допустим та же пыль которая отходит сзади или огонь который выходит из щита теперь ждали слово дизайнеру сейчас он нам расскажет про кое-что другое что-то дизайнер говорит я люблю обниматься ну да ладно теперь он рассказывает что в его команде очень много людей которые очень классно рисуют и с ними очень приятно работают поэтому у нас будут получать такие офигенные рисунки и финальный продукт и и и и и и и и кстати сейчас параллельно начнется вовка поэтому если нам диабло не очень будет интересно мы запилим голосование и переключимся по результатам поэтому если чё потому что в принципе уже голосование можно начинать то что вовка уже началась и вот сейчас там ребята только только выходят так что давай все и и и и и и и тем более там будет в основном только показывается там все таки рассказывать что то что и создать голосуйте и 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 форма. И он делает. Так что сейчас нам показывают как Круссейдер расправляется со своими врагами. Вот и там и там вот шинговка. И мы тогда завязываем наверное с Диабла. Это куда на главный переключаться? Да. Очень милый.